Внешнего независимого тестирования Знаешь, Миша, действительно, эта тема сейчас настолько актуальна, что писем и вопросов становится все больше. Внешнего независимого тестирования Независимое тестирование по физике, это был профильный предмет, ему было необходимо сдать, но он забыл паспорт. И его не допустили, несмотря на то, что у мамы была с собой копия паспорта, и он не поступил в институт. Это была просто действительно очень грустная история и поучительная. Ответь, пожалуйста. К огромному сожалению, мы должны понимать и тех, кто его не пустил. Потому что есть четкие правила, и охрана, которая запускает на территорию тестирования, они следуют исключительно только руководствуясь правилами. Копия не подходит, потому что копия не является официальным документом. А загранпаспорт? Ведь это документ, подтверждающий личность. Да, он подтверждает личность для пограничной службы. Что же касается паспорта гражданина территории Украины, они невзаимозаменяемы. Поэтому загранпаспорт тоже не подходит. Но есть же ситуации, в которых человек действительно оказался без паспорта. Например, в случае утери этого документа. В случае утери нужно немедленно бежать в милицию, писать заявление, и они выдают тебе справку, в которой написано, паспорт утерян или паспорт украден, серия номер такой-то. Вот с этим документом вы идете в приемную комиссию, подаете его, ну и, соответственно, этот документ они принимают. Я так понимаю, что нам просто необходимо всем знать перечень документов, которые необходимы для внешнего независимого оценивания или ЗНО. Первый документ – сертификат. Он присылается по почте после того, как абитуриент зарегистрировался на сайте. Следующий документ – запрошение по репусткам. Размещается на страничке абитуриента. Приглашение пропуск присылается абитуриенту не позднее, чем за три недели до теста. Следующий документ – паспорт. В обязательном порядке это должен быть оригинал. Либо это может быть свидетельство о рождении. В наказе есть такой пункт, где это описывается. Всегда вот эти документы, пусть они лежат у вас в папочке. То есть, чтобы утром перед тестированием это не было для вас проблемой. Вы взяли готовую папку и ушли. Но в связи с ЗНО могут быть и другие проблемы. Костя Михайлов, тоже выпускник, написал письмо из Харькова к нам на форум. Скажите, пожалуйста, если в этом году я еще раз пройду ЗНО по математике, что будет с моими результатами ЗНО прошлых лет по этому предмету? Они аннулируются? Ничего плохого не будет. Только абитуриенту решать, какой результат тестирования подавать в ВУЗ. То есть, если в прошлом году результат был выше, чем в этом году, этот год спрячьте и берите прошлогодний. Никто на вас не обидится. Они действительно. А существуют ли ограничения по количеству ВУЗов, которые можно подавать заявления? Да. В Украине существует количество ВУЗов, в которые мы можем подаваться. Не более пяти ВУЗов. И в каждом ВУЗе не более трех специальностей. Вот что интересно, что на каждую специальность, если ты подаешь на заочное или на дневную форму образования, то это считается по одной заявке. Поэтому тебе нужно хорошенечко подумать, где и как ты хочешь учиться. Предлагаю отвлечься на минутку и выпить чашечку кофе. Нес-кафе. Первое правило утра. Переходим к следующему вопросу с форума. Пришло это письмо из Одессы от Валентины Михайловны Диченко. Моя внучка сдавала ЗНО в 2009 году, но не поступила, потому что уехала с мужем жить за границу. В этом году она вернулась и хочет поступать в университет. Действителен ли еще ее сертификат 2009 года? И сколько он еще будет действительным, если вдруг в этом году у нее не получится поступить? Да, они действительны. С 2008 года по 2014 год все результаты тестирования действительны. Что будет в 2015 году, не знает никто. Поэтому в этом году, да, все года предыдущие действительны. А если человек раньше окончил школу, то есть у него есть документ, аттестат, ну, например, это случилось в 2004 году, то можно ли вот с таким набором документов считать, что ЗНО уже пройден? Или придется все-таки сдавать? Нет. Так, дело в том, что тогда не было ЗНО, поэтому у человека, который закончил школу до 2007 года, есть выбор. Либо ты по общей системе идешь и сдаешь экзамены, которые тот или иной вуз определяет для себя как вступительные. Там 2, 3, 4 экзамена, неважно. Либо ты проходишь внешнее тестирование и по количеству баллов уже претендуешь на зачисление в университет. Исчерпывающий ответ и переход к следующему вопросу от Оксаны Ярышкиной из Донецка. Здравствуйте. Мой сын в этом году будет проходить тестирование по ЗНО. Правда ли, что оно платное? И законно ли это? Да, оно платное, но оно платное для государства. Для нас оно абсолютно бесплатное. Да, есть такая услуга, которая называется предварительное тестирование или пробное тестирование. Эта услуга стоит 89 гривен. Так вот, эта услуга действительно предусмотрена законодательством и она является платной, потому что она дополнительная. А если не пройдешь пробное тестирование? Ну вот деньги заплатила, потом обстоятельства изменились. Можно ли деньги обратно получить? Скажи мне, Надюш, а если ты, например, заказала песню в ресторане и ушла пудрить носик, а музыканты ее сыграли, ты приходишь и говоришь, я ее не слышал, отдай эти деньги? Нет, деньги не возвращаются, но все, что ты купил, то есть ты же покупаешь не только само тестирование, ты покупаешь все приглотные материалы, то есть тетрадь, правильные ответы, бланки, ты все это получаешь на руки, но на самом тестировании не присутствовал. А есть ли вероятность, что вопросы, которые попались во время пробного тестирования, потом попадутся и при прохождении ЗНО? Никто, ни министр, ни министерство не составляют как такового тестирования. И каждый год компьютер по теории случайных чисел сам выбирает, какие вопросы из тысячи ставить в тот или иной бланк теста. Ну, то есть лучше не надеяться на совпадение, а готовиться, готовиться. Это возможно. Если ты проходил предварительное или пробное тестирование, бывает такое, что там из 20 или из 30 вопросов два попадаются, такие, которые ты уже отвечал. Следующий вопрос от Витя из Бойерки. Я слышал, что пообещали ужесточить процедуру наказания за списывание во время ЗНО. И тот, кто попадется на списывание в этом году, того лишат возможности пройти ЗНО в следующие два года. Если у меня найдут шпаргалку в этом году, неужели я не смогу пройти тестирование в следующем? Спрашивает Витя, видимо, уже запасаясь шпаргалками. Надюш, ну, я думаю, что мы можем ответить так. Списывать это плохо, хотя я, честно говоря, тоже списывал. Просто никто меня не поймал, поэтому вы это не докажете. Да, ужесточать собирались. И теперь уже экс-министр образования говорил об этом. Но, насколько я понимаю, в 2014 году, ввиду того, что, во-первых, поменялся министр, во-вторых, сейчас, скорее всего, будет переформатироваться само министерство, думаю, что ужесточать не будут. А чтобы в этом убедиться, мы обратились к директору Центра оценивания образования. Давай посмотрим комментарий. Действительно, спираючись на опыт других стран, мы можем наблюдать, что в них существует более жесткое покарание за недотримание требований при проведении тестирования. Например, в Франции человек избавляется на три следующие годы, чтобы проходить тестирование. В других странах это тоже довольно большой термин. До речи, в той же Франции обговорится проблема, чтобы этот термин подвищить до пяти лет. В Украине проблема – это на часе. Мы с ней общаемся. Но в 2014 году никаких новаций с этого привода мы не планируем. Их не будет. С этим разобрались. А есть еще один нюанс. Человек списывал на тестирование по одному предмету. Распространяется ли запрет тестироваться в течение какого-то периода дальше на другие предметы? Нет, безусловно нет. Это было бы вообще вопиющее нарушение и прав человека, и прав студента, и прав абитуриента. И так не распространяется. Переходим к письмам. У нас еще много вопросов. Письмо из Миргорода пишет Олег Верлыгов. Здравствуйте. У моего друга аннулировали результаты ЗНО, потому что нашли мобильный телефон. А что еще по закону может стать причиной аннуляции ЗНО? Да, мобильный телефон, даже если вы им не пользуетесь, стопроцентная гарантия, если у вас его найдут, а они имеют право даже досмотреть вас. Неважно, списывали вы или нет, результат будет аннулирован. Мы должны определиться с вами, что никаких чесаний, никаких ерзаний на месте, никаких переговариваний с соседом, заглядывания в соседский листик, никаких обращений к карманам, поиска там чего-то быть не должно. Почему чесаться-то нельзя? Ну, потому что вот из практики я тебе скажу так. Ты начешешь себе на аннуляцию тестов. Нет, ну серьезно, какие предметы все-таки могут присутствовать во время ЗНО, а какие категорически запрещены, помимо мобильного? Единственное, что может присутствовать на столе, где вы проходите ЗНО, это две бутылки воды и несколько шариковых ручек. Не более трех, потому что когда более трех шариковых ручек, тоже вызывает подозрение, бывает такое, что их раскручивают и смотрят, нет ли там шпаргалок, потому что абитуриенты находчивые. И обязательно ручки должны быть черного цвета. Почему же черного? Потому что компьютер воспринимает только черный цвет. Плюс, если неправильно заполнен бланк, компьютер тоже его не воспринимает. И это тоже является причиной для... Ну, это не аннуляция, это просто не прием бланка. Фактически та же аннуляция. А можно ли на бланке для ЗНО что-то писать произвольно? Ну, серьезно я имею в виду, например, фамилию свою. Серьезно? Я вспомнил, как я на выпускном экзамене нарисовал цветочек своей любимой преподавательницей Натальи Семеновне Кузнецовой. Если вы меня видите, я вас люблю до сих пор. Да, ну тогда это приняли. Нет, компьютер это не воспринимает. Если вы неправильно подписали бланк, если вы нарисовали цветочек, то помните, что вы заигрываете не с человеком, а с компьютером. Компьютер с заигрыванием не понимает. И отмечать нужно крестиком, обязательно крестиком. Галочка, кружочек, черточка не воспринимается. Да, и смотри, наши гости тоже с очень серьезными лицами нас слушают. Я вас понимаю, наверняка у вас возникли вопросы по поводу ЗНО. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Антонина. Я хочу вас спросить. Если во время основной сессии ЗНО у нас запланированный семейный отпуск, я слышала, что вроде бы существует дополнительная сессия. Так ли это? И если так, как моя дочь может пройти тестирование во время дополнительной сессии? И что для этого нужно сделать? Спасибо вам. Ну раз уж мы затронули тему переноса ЗНО, то, наверное, стоит напомнить и о тех причинах, которые считаются уважительными, если человек пропустил внешнее независимое оценивание. Да, дополнительная сессия действительно существует. Единственный только момент. Я вам расскажу причины, по которым люди могут претендовать на дополнительную сессию, а вы для себя поймете, попадаете ли вы в эти причины. Таких причин исчерпывающий перечень. Например, стихийные бедствия, катаклизмы, война, массовые беспорядки, медицинская справка 0.95.0. Дальше. Это смерть близкого из родственников, это близкий по крови, либо близкий по браку родственник. Дальше. Это соревнования. Соревнования должны быть одобрены Министерством образования. То есть они должны входить в общую программу Министерства образования. И не так давно еврейская община обратилась на официальном уровне к Министерству образования и выделила субботу, шаббат, день субботний, как день, в который еврейский народ или абитуриент еврейского народа, такой человек, такой мальчик или девочка претендует на дополнительную сессию. Еще те студенты, которые на время прохождения тестирования, учатся за границей. То есть они фактически не могут находиться на территории Украины. Они тоже попадают и претендуют на дополнительную сессию. Плюс те абитуриенты, в отношении которых были допущены какие-то ошибки при основной сессии. Тогда вы можете претендовать на дополнительную сессию. Если же нет, то лучше перенесите отпуск, потому что решается вопрос о жизни вашего ребенка в ближайшие 5 лет, а то и всей последующей жизни. У кого следующий вопрос? Здравствуйте, меня зовут Юрий. У меня к вам такой вопрос. Мой сын усиленно готовится к сдаче ЗНО, но работу проверяет компьютер, который может сделать ошибку и засчитать неправильный вариант. Если мы будем уверены, что результаты тестирования занижены, как можно добиться пересмотра результатов? Спасибо. Существует право апелляции. У меня были такие случаи в жизни, когда люди шли даже в суды общей юрисдикции и добивались апелляции через суд. Но это в том случае, если первичная апелляционная инстанция, которая создана на базе самого Министерства образования, не принимает решения, либо принимает решения, которые идут в разрез с вашими ожиданиями или с вашей уверенностью. Но есть такой момент. Ведь результат может быть не только завышен, но он может быть и занижен. И если обратиться, например, к статистике прошлогодней, так вот в прошлом году у нас было, по-моему, 1351 или 1350 апелляций. Из них 430 повысили результаты, а 253 понизили. Поэтому, я думаю, те 253 человека, которые обратились за апелляцией, они много раз подумали, надо ли им это счастье было. Потому что мало того, что вроде бы решение не такое, как надо, так еще и на следующий год с этим решением ты никуда не пойдешь. Абитуриент может подать апелляцию в день проведения ЗНО. Если он считает, что по поводу него были допущены какие-то нарушения, важно сделать это в пункте тестирования. И в том числе апелляция подается в течение трех дней после оглашения официальных результатов. А по каким причинам учащийся может подать апелляцию? Есть ряд причин, и в том числе это когда есть сомнения по поводу отсчета времени. То есть когда, допустим, студенту кажется, что время пролетело слишком быстро, и он может это доказать. Такое бывает. Либо сбоят часы, либо какой-то перепад напряжения, и часы не так отсчитывают. Либо если он может доказать, что результат такой низкий, это следствие каких-то непрофессиональных действий тех людей, которые находились на территории тестирования. То есть это контролерезионные органы, либо это непосредственно преподавательский состав, который следил за самим прохождением тестирования. То есть по каким-то существенным причинам, которые помешали ему реально показать свои знания на достойном уровне. Также абитуриент может подать апелляцию на свои результаты, если он считает, что ему их занизили. Опять же, по какой-то причине, которую он может назвать. Спасибо, Миша. Конечно, мы от души желаем тем, кто уже готов пройти это испытание, получить высшие баллы во время ЗНО. И пусть ваши мечты сбываются. Спасибо, что были у меня в гостях. До встречи завтра. Спасибо тебе огромное. Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Субтитры сделал DimaTorzok